Всем привет! Перед полным обзором Xiaomi Redmi Note 7, который, я знаю, должен был выйти намного раньше, но, к сожалению, у меня были неотложные дела. Как и в случае с Galaxy i50, перед полным обзором смартфона я делаю обзор прошивки. И в данном случае это у нас будет обзор прошивки MIUI. Если вы являетесь постоянным зрительным каналом, то знайте, что подобные обзоры я стараюсь сделать достаточно детальными и показывать каждую мелочь интерфейса. Но в этот раз я решил поступить немножко иначе и сделать обзор покороче, во-первых, чтобы информация четче отложилась у вас в голове, а во-вторых, времени бы это не занимало слишком много. Поэтому предоставляю вашему вниманию 25 фишек оболочки MIUI от Xiaomi, которых нет на чистом Android от Google. Поехали! Возможность переноса сразу нескольких приложений с одного рабочего стола на другой при переходе в контекстное меню лаунчера. При первоначальной настройке реально экономит кучу времени. Показ состояния оперативной памяти при открытии меню многозадачности. А почему бы и нет, собственно. Приоритизация Wi-Fi для активных приложений. Например, играете в онлайн-игру и практически весь трафик отдается ей, а другие приложения будут расходовать меньше интернета. Разграничение интернета для приложений. Например, вы не хотите, чтобы приложение Алиэкспресс использовало интернет в фоне, а также 4G. Поэтому мы оставляем ему только Wi-Fi. Также можно пробуждать телефон кнопками громкости. Кто знает, но вдруг вам это может как-то пригодиться. Например, у вас слишком большие руки и больше не нужно тянуться к кнопке питания. Нажали на верхнюю громкость и телефон разблокировался. Режим в кармане. Чтобы телефон случайно не разблокировался и не наделал глупостей от случайных касаний. Наверное, хоть раз у кого-то в жизни да такое случалось. Показ скорости сети интернет-соединения в верхнем баре. Можно наблюдать, сколько расходуется интернет в фоне или при активной работе приложения. Лента виджетов вместо Google Now. Прикольно, но жалко, что нельзя перенести все виджеты в этот левый экран. Виртуальные кнопки можно поменять местами. Особенно это понравится левшам. Сделали кнопку назад слева и радуйтесь. Я кстати не левша, просто так привык с чистого андроида. Режим жестов. Здесь практически все как на iPhone. Свайп снизу вверх переходит на экран домой. Свайп снизу вверх с задержкой переходит к меню многозадачности. Быстрый свайп слева направо или справа налево делает шаг назад. А если у приложения есть меню, то его можно вызвать не только нажатием на кнопку, но также и свайпом слева направо в верхней части экрана. Лично я рекомендую использовать этот режим с анимациями 1.5x, чтобы они не были слишком дерганными в этом режиме. Включить их можно в меню разработчика. Нужно перейти в раздел о телефоне, 7 раз нажимаете на версию MIUI, переходите в расширенные настройки для разработчиков и снизу вы найдете раздел с анимациями. Также есть такая фишка как второе пространство. Исходя из названия, это создание как будто из коробки второй версии системы. Например, для работы. Грубо говоря, переключение между системами. Причем у каждой системы должен быть свой пароль, т.е. посторонние люди туда просто так и не попадут. Таймер питания. Возможность задать расписание для автоматического включения или включения устройства с разной периодичностью. Сенсорный помощник. Для комфортного управления одной рукой с возможностью детальной настройки поведения. Он отвечает за переход на экран домой, меню многозадачности, блокировку устройства, скриншот или шаг назад. Также из прикольного есть расширенные жесты для запуска камеры, скриншота, гугл ассистента, блокировки и т.п. через двойное нажатие кнопки питания, питание плюс домой, питание плюс меню и т.д. Но все это работает с виртуальными кнопками и в полноэкранном режиме 90% таких жестов недоступно. Возможность переключения треков через клавиши громкости при прослушивании музыки. Это удобно, если вы, например, в перчатках, а на наушниках такие кнопки переключения отсутствуют. Также есть режим управления одной рукой с возможностью регулировки размера экрана. Еще есть склонирование приложений, например, для использования двух разных аккаунтов, если такой функциональности нет в самом приложении. Есть возможность установки пароля для входа в выбранные приложения. Для любителей анонимности в самый раз. На MIUI также есть быстрый поиск Wi-Fi и Bluetooth не выходя из шторки уведомлений. Начиная с девятой версии на чистом Android это исчезло. Свайп сверху вниз для вызова шторки уведомлений. Не нужно тянуться к верхнему краю экрана для ее вызова. Встроенная утилита для очистки мусора с быстрым и детальным режимом очистки. Зачем устанавливать какой-то барахло с Play Market, если есть свое и родное. Также есть возможность отмены доступа к шторке уведомлений с экрана блокировки, чтобы кто-нибудь посторонний не смог отключить GPS или мобильный интернет в случае, если вы потеряли свой смартфон. Есть встроенные приложения радио, компаса, записи экрана, сканеры QR-кодов и микрофона. Многое из перечисленного, к сожалению, по умолчанию нет на чистом Android. Для любителей всего необычного есть различные эффекты смены экранов на рабочем столе. Ну и последняя, 25-ая фишка – это встроенный эквалайзер для музыки на уровне системы при воспроизведении ее в наушниках. А если у вас есть наушники от Xiaomi, то уже заготовлены целые пресеты для разных моделей. Так сказать, маленькая деталь экосистемы Xiaomi. Вот такие вот фишки друзья и заключение. Если вы являетесь достаточно опытным пользователем Xiaomi, то напишите снизу в комментариях, вдруг я что-то упустил из виду, во-первых, мне будет интересно почитать, ну и другие зрители также узнают что-то новое. Ну а если же вы никогда не пользовались смартфонами Xiaomi с оболочками i, то напишите, что вам понравилось больше всего и что бы вы хотели видеть, например, в чистом Android. Огромное всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забывайте ставить ваши пальцы вверх, если этот ролик вам понравился. Ну и в следующем у нас очереди, господи, я надеюсь уже когда-нибудь его снять, полный обзор Xiaomi Redmi Note 7, но кто не в курсе, на канале уже вышел большой обзор фото возможностей этого смартфона с Google камеры, сейчас он высветится в правом верхнем углу, если вы его не смотрели, то я настоятельно рекомендую его увидеть. Ну и как обычно, увидимся в следующих видео, всем большей удачи, всем пока!